Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на библейском портале Экзегет мы разберем с вами один единственный стих, потому что каждое слово Священного Писания ценно, уникально, и Дух Святой сохранил его для нас, для нашего спасения души, для нашего приближения к Богу. Поэтому откроем Евангелие от Марка, третью главу, и прочитаем девятый стих. «И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его». У нас у всех есть любимые места Евангелия, любимые чудеса, любимые притчи, и некоторые стихи, нам кажется, имеют технический характер. Ну, просто они так, для полноты картины даты. И вот сегодня я как раз выбрал такой стих, который нам не дает какой-то очень высокой, такой духовной, там, какой-то напряженной ситуации. Да, люди толпятся, да, Господь берет и хочет проповедовать, может, так как-то более удобно, ну, и говорит искать техническое транспортное средство, лодку, чтобы проповедовать уже не прижатой к берегу, а уже на глади воды, чтобы люди могли по берегу рассесться поудобнее или встать. Тоже этот стих очень важен, потому что он показывает, что для Господа очень важно все наше существование. Потому что тоже, как Сатана Клевич говорит, вот, Господь хочет спасти твою душу, да, но вот он тебе посылает беды телесные, болезни, врагов, вот все, поэтому тебе так тяжело жить, поэтому ты давай подайся чуть на грех, согреши, там, сделай что-то дурное, получи себе какую-то земную временную материальную пользу, пожертвуй чистотой своей души. Ну, Господь-то, он там о душе заботится, он это простит, а тут, если сам о себе не позаботишься, то никто не позаботится. Абсолютная клевета, благо мы помним, что дьяволос, если перевести из греческого, это, собственно, и значит клеветник. Потому что тут Господь берет и заботится о таком банальном удобстве, чтобы людям хотя бы его было видно, да, Господь, может, проповедовал громко, его все слышали, но вот толпа собралась, и тоже тут, конечно, надо понимать, это Ближний Восток, это люди горячие, это люди не то, что они как-то дисциплину выдерживают, дистанцию выдерживают, конечно, уже не видно ему. И Господь просит учеников, чтобы они ему помогли, помогли, ученики находят лодку, и вот Господь проповедует уже с лодочки. Кроме того, мы видим, что Господь для проповеди обращается за помощью к своим ученикам. Это тоже, можно сказать, некоторый призыв к действию каждому из нас, потому что Господь, в принципе, мог и сам отступить в лодку, он мог помолиться и по воде пройтись, и проповедовать, стоя на глади воды, но он именно дает какое-то поручение апостолу. Апостолы рядом с ним пока еще совсем скоро Господь возьмет их, призовет и пошлет на проповедь уже автономно. Пока что они сами не проповедуют, они ничего не могут ни сказать, ни сформулировать, они сами плохо благовестие знают. Примерно как и тоже, вот мы смотрим на себя, что-то мы знаем о вере. Вот я обычный прихожанин обычного храма, который, ну вот какое-то там, имея знание, подчеркнутое в том числе из замечательных видеороликов на портале Экзегет, а какое-то вот не имеет. Могу ли я как-то своим близким помочь? Иногда достаточно даже самому не проповедовать. Человек заинтересовался, а ты его смог направить, сказать, ой, слушай, вот тут такая ситуация, прям в Евангелии она точь-точь, как у тебя. И если ты это прочтешь, ты поймешь, как лучше поступить. И дальше язык заплетается, и ты не знаешь, как это пояснить. Не хватает богословских знаний. Ты говоришь, сейчас, сейчас, подожди, я тебе сейчас в мессенджере пришлю ссылочку просто вот на видеоролик. Или нет, я тебя могу взять, подвезти, вот батюшка у нас там на приходе есть, он тебе объяснит. Или даже, нет, вот у меня есть там друг, не-не, он не батюшка, не бойся, это обычный просто там человек, офисный работник. Вот он, он и в Евангелии читает, ходит на евангельскую группу, он сможет тебе рассказать. То есть ты фактически сам ничего не проповедуешь, но ты реально человека к истине, к евангельскому благовестию привел. И Господь к этому призывает. Мы все можем здесь быть как апостолы, которые не проповедуют, а вот этому благовестию способствуют. То, что Господь берет, и в отличие от того, как он ходил по волнам бушующего Галилейского моря, уже на виду апостолов, здесь он не развлекает толпу какими-то чудесами. Ему очень важно, чтобы просто проповедь шла, чтобы люди ни на что не отвлекались. Если мы еще посмотрим, лодка — это техническое средство. Господь благословляет для удобства людей использовать технические средства. Нам это сейчас может показаться странным, но действительно в церкви в конце XIX, начале XX века были очень серьезные баталии, и были очень серьезные противники, которые говорили по поводу электричества. «Электричество в храмах? Да вы что? Это там кощунственно. Свечи должны в храмах гореть». Ну, ему объясняли, не свечки, они будут вот гореть на подсвечничках перед иконами. «Не-не-не, а что это? Вот там люстры повесят, как в зале, это что? Вы совсем там еретиками стали?» Ну, то есть были действительно люди, которые старались бороться с техническим прогрессом. Есть даже такая секта, не будем ее рекламировать, где ее последователи избегают технического прогресса, ездят на повозочках, не используют различные приборы, и благодаря этому, кстати, привлекают экотуристов, которые к ним приезжают и могут таким естественным натуральным хозяйством насладиться. Но все это вещи искусственные. Поэтому вот как уже сейчас никого из нас не смущает электрический свет, который загорается в самые важные яркие моменты службы, при этом его можно выключить и служить, когда есть желание уже при приглушенном свете. Вот мы стоим вечером, шестапсалм мечтается, свет погасили, даже свечки задули, вот в этой тиши тоже можно немножко помолиться. А потом раз, свет включили, яркий, и тоже это нас подбадривает, нас на радостный лад настраивается. «Слава тебе, показавшему нас свет, восклицаем». Священник идет причащать и не думает, ой, как бы вот тут причащить, не промахнуться, а все хорошо, освящено, удобно, удобно. И технический прогресс спасению души не мешает, а помогает. Точно так же и вот сейчас тоже можно сказать, ой, вот раньше там была акустика, так красиво разносилась, и сейчас батюшки микрофоны одевают. И через микрофоны служба идет, это все совсем не то. Нет, конечно, акустика вещь хорошая. Но опять же, акустика еще такая есть проблема, что звук гуляет. Я помню, когда я служил в храме в Большом, с акустикой начинал свое служение, и там был у меня один прихожанин, уже пенсионер, ну, профессиональный музыкант, скрипач, и потом он пришел ко мне в храм, куда меня назначили настоятелем, который вот мы построили с прихожанами, простой деревянный. И там акустики не было, и даже, по-моему, у нас тогда и микрофонов не было еще. И он пришел и говорит, ой, как хорошо тут вот служба, какая тут акустика, я там думаю, о чем он? А потом действительно, ну и он сказал, и я вот понял, потому что иногда звук гуляет, то есть красиво звук разносится. Но четкости нету, он отразился несколько раз, потерялась. Вот, и поэтому даже в старинных храмах, где вроде звук красиво разливается, тоже сейчас используются микрофоны. Понятное дело, что человек сосредоточен на молитве, даже если будут служить на непонятном ему абсолютно языке, да, вот как приезжают наши паломники в Святую Землю, и там служат на греческом языке, на гробе Господнем, все равно сердце понимает и ничего не мешает. Но на фоне нашей обычной суеты, когда вот ты среди шума больших дорог, шума метро, вот сидишь глаза в смартфон, действительно сложно сосредоточиться, и то, что нам помогают, да, какие-то технические средства, это здорово. Именно поэтому вы, в принципе, можете и посмотреть этот ролик через интернет, потому что если тоже сказать, ой, интернет, все это гиблое дело, любое техническое средство можно поставить на службу Господу. Причем можно сказать, не, ну это там лодка, а тут интернет, тут освещение, тут микрофоны, там еще до чего дойдет, там до каких-нибудь карточек еще и так далее. Нет, вот если мы посмотрим, лодка — это тоже важный символ, потому что что оставили апостолы Иоанн и Иаков, когда последовали за Христом? Да, они, конечно, самое главное оставили своего пожилого отца и поняли, что дело Божие, оно важнее даже кровной связи. Но они бросили свой корабль, свою лодку, то, чем они добывали себе пищу, вот в этом же самом Галейском озере ловили, торговали этим. То есть лодка — это как раз мы видим в Евангелии, это не всегда какой-то образ такой, вот что-то такое благочестивое. То есть Господь откуда попросил уйти своих учеников и апостолов, сейчас же Он это как раз попросил, потому что тогда лодка, использованная даже пусть и ради полезного дела, но суетного, она мешала благовестелю апостольскому, а сейчас она могла помогать. Поэтому и любое техническое средство, оно может как и помешать, отвлечь от сосредоточенности на спасении души, так и наоборот ей помочь. Тоже еще в этом стихе, конечно, невозможно опустить то вот это многолюдство. Нам иногда кажется, что вот на службе бы и приятнее помолиться, но как вот храм забился, как-то вот нехорошо, вот никак не можно почувствовать, с Христом пообщаться. И многие люди прямо поэтому, есть у меня такие прихожане, которые реально, они ходят к храму, но они не ходят ни на одну службу. Они приходят в серединке дня вечером, поставят свечечку, то есть они здороваются, даже присылают сообщения там по WhatsApp, что вот батюшка, поздравляем с праздниками, наш престольный праздник и так далее. Я говорю, ну приходите на службу. Ой, не, не, вот мне приятнее прийти в полупустынный храм, там помолиться спокойно, никого нету. Если ты хочешь идти ко Христу, тебе никто вокруг не помешает. Вот мы видим, что Христос не говорил, так, мне неудобно с вами общаться, вас слишком много, давайте походите по одному по записи, а не то как-то многолюдно тут у вас. Нет, Господь был рад видеть всех. Поэтому тоже нужно вот наверняка, может, кто-то из наших зрителей, или, как мы говорили в начале, что можно как апостолы послужить, даже возвещая не благовестие, а призыв к этому благовестию, помогая благовестию своим близким, кто тоже в храм заглядывает и любит в тиши храм помолиться, вот этот стих показать и сказать, смотри, такой же и во времена Христа было. Это не мешало людям стремиться. Поэтому ты не обращай внимания. Да, можно не обязательно на патриаршую службу, на освящение храма, где столько народа собирается. Можно приди в будний день какой-то, да, приди в субботу уже меньше, чем воскресенье будет народу, да, ну или там воскресенье на раннюю. Всегда есть некоторый выбор, что ты идешь к Христу, да, люди есть вокруг тебя. А потом ты приходишь, и уже, наоборот, тебе будет уже неуютно, может, когда в храме будет мало народу, как вот летом люди на даче разъезжаются. Потому что ты привык, привык, что ко Христу хотят все прийти, и тебе самому будет казаться странным, что кого-то может смутить. Да, тем более, правда, бывает ситуация, что ты в храм не вошел. Но, собственно, почему новые храмы и строятся, почему или сейчас службы там и на улице могут вестись. Потому что, собственно, опять же из этого призыва. Потому что Господь хочет, чтобы как можно больше людей его увидели, услышали. В том числе, там, трансляции службы через интернет, через телевидение православное. Да, богослужение показывается, и да, вот есть лежачие больные, которые вот вроде лежат у телевизора, но они вот в этой службе тоже в своей молитве участвуют, точно так же, как во время карантинных мероприятий. Многие из нас тоже вот именно дома с помощью каких-то технических средств молились. Поэтому, дорогие братья и сестры, берем абсолютно все на вооружение для своей духовной пользы, для соединения со Христом. Читаем Евангелие, конечно, удобнее и лучше. И как-то это вот, правда, душевнее, когда ты открываешь Библию, берешь в руки. Но, в принципе, толкование можно уже не брать какие-то многотомные сочинения, а просто открыть интернет и посмотреть один из наших роликов.